Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, информация, что называется, из первых уст. Я являюсь человеком, который, как и большинство людей в Италии, проживающих, находится уже больше месяцев в карантине. Карантин идет в сторону ужесточения мер. Я выпустила видео, где рассказала, что сегодня, например, даже та категория людей, которые могли работать, снова объявлена категория людей, которые не должны работать в этот период. Нам продлили карантин, если раньше он был до 3 апреля, продлили его еще на 10 дней. А там, что называется, посмотрим. Кстати, в прошлом видео я забыла сказать, упомянуть, что есть разные данные, когда же будет пик. Если раньше пик ожидался на середину апреля, что он должен приходиться в Италии на середину апреля, то сейчас, скажем так, данные сдвинулись, и мы ожидаем буквально с недели на неделю пик заболеваемости. Но, опять же, разные организации, которые проводят исследования, статистику, дают разную информацию. Посмотрим. Хочу сказать, что сегодняшнее видео будет посвящено тому, как не паниковать. Я расскажу вам о совершенно конкретных мерах, которые помогли, как мне кажется, не паниковать и чувствовать себя, ну, скажем так, достаточно комфортно, если так можно сказать. Потому что, на самом деле, жить в карантине достаточно долгое время, достаточно серьезном, строгом карантине, который накладывает на твою жизнь огромное количество ограничений, это все-таки непросто. Была ли у меня паника? Могу сказать, что однажды, да, паника со мной случилась, когда я прочитала. Это было связано с тем, что я выпустила видео в воскресенье. И в воскресенье как раз-таки вышел декрет. И я в своем видео сказала, что бары, скорее всего, в понедельник откроются, и в воскресенье я видела даже один открытый бар. Так вот, насколько я поняла, на воскресенье уже бары были все закрыты, не могли работать. И на самом деле, когда в понедельник я решила открыть новостную ленту, и прежде всего потому, что мои зрители написали мне, Яна, все закрыто, должно быть все закрыто, и вы выходить не можете, и пробежки делать не можете. Я с утра открыла новостную ленту, и то, что я почитала, конечно, поразило меня очень-очень сильно. Да, мы вышли на закрытие баров, ресторанов, которые до этого могли работать до 18 часов, мы вышли на более строгие ограничения, и мы вышли на то, что и карантин сам по себе продлевается, мы вышли также на перечень тех, кто может работать, тех, кто не должен работать. Как раз-таки на той неделе у меня прекратилась переписка непосредственно с заказчиками, а также с производителями панелей, которые у меня разбились, потому что, да, люди ушли в карантин. Те, кто работал раньше, кого я знала, с кем я общалась, они все ушли в карантин. И вот в тот момент, какие-нибудь полчаса, час, я почувствовала себя очень некомфортно, да, паника, паника, что называется, накатила. И могу сказать совершенно точно, дорогие зрители, что первое, чтобы паника вас не охватывала, нужно не искать информацию в интернете, либо по телевизору, либо по радио. Мы семья, которая не смотрит телевизор, мы семья, которая не слушает радио, потому что радио, даже самое нейтральное, постоянно прерывается статистикой. Почему это важно делать? Потому что, дорогие зрители, у многих из вас складывается впечатление, что вы пропустите что-то очень-очень важное. Но поверьте мне, мы не живем в 100% изоляции. То, что вам нужно знать, вы узнаете обязательно от родственников, от знакомых, даже от соседей, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь, когда просто мусор выносите. То есть та важная, жизненно важная информация, она мимо вас не пройдет. А вот все остальное, это то, что я называю, новости хорошо продаются. И новости, к сожалению, хорошо покупаются, именно поэтому они хорошо продаются. Если уж вы не можете чувствовать себя комфортно, такое тоже может быть, без информации новой, без того, что вы читаете что-то, я вам очень рекомендую именно считывать информацию. Не смотреть и не слушать, в особенности не смотреть, потому что вы не представляете, как на восприятие той информации играет, какую роль играет визуальный ряд. И в особенности, какую роль играет выражение лица, и также тембр, и, скажем так, быстрота, и серьезность, и тревожность голоса, который нам эту информацию выдает. То есть то, что мы могли бы считать нашими внутренними ритмами, нашим внутренним голосом, оно может кардинально отличаться в подаче того или иного корреспондента. Учитывая опять же, что видеоряд можно сделать в красных тонах, в темных тонах. Это будет влиять на то, что мы воспринимаем информацию так или иначе, и вы должны совершенно точно помнить, что удержать зрительскую аудиторию, а я это знаю, как человек, который работает со статистикой, нам постоянно YouTube присылает, скажем так, статьи, видеоролики, где ты можешь повышать свой профессиональный уровень, прежде всего, как человек, который работает с аудиторией. Так вот, я совершенно точно могу сказать, что есть совершенно определенные техники, которые позволяют удерживать зрительскую аудиторию. Этих техник очень и очень много. И я совершенно точно знаю, что очень хорошо удерживать аудиторию долго можно, когда ты говоришь о том, что, скажем так, может испугать твою аудиторию. Аудитория остается с тобой, потому что боится выключить, потому что думает, что ты скажешь что-то, что она не узнает, и, соответственно, она этого и боится. А вторая категория по популярности техник, скажем так, которые удерживают зрительскую аудиторию, зрительский интерес, это юмор. Стоит пошутить очень хорошо в начале любой телепередачи, тем более, которая заявлена как юморная. Все, зритель на этой передаче остается очень-очень долго, потому что он постоянно эту шутку ждет. Он хочет опять посмеяться, так как он посмеялся на первых секундах ролика, на первых секундах телепередачи. Поэтому, зрители, дорогие, знайте, что манипулировать нашим восприятием одной и той же информацией можно до бесконечности. Либо вы вообще ничего не смотрите, как делаю я. Не стоит этого делать, на самом деле, я вам искренне рекомендую, советую, в особенности, если вы чувствуете, что вы начинаете паниковать. А если без новостей вы обойтись не можете, читайте сухой текст на черно-белом фоне. Это лучшее, что вы можете сделать для себя. Либо на черном фоне белыми буквами, вот я читаю, очень часто скрины вставляю с официального сайта, вот они выбрали такую публикацию, и я считаю, что это правильно. Что еще не нужно делать? Не нужно в Инстаграм ходить. Я скоро выпущу видео, но на самом деле все началось у меня в жизни. Такие изменения по поводу Инстаграма несколько раньше, они никак не были связаны с той ситуацией, в которой мы все живем. Я не хожу на Инстаграм, но недавно я зашла, одна моя подруга опубликовала интересное видео, а на мой Инстаграм, кстати, заходит мой муж. Не знаю, зачем мне какая-то привычка, не знаю, почему думаешь, что я какие-то фотографии размещаю. Я не хожу в Инстаграм, ничего не читаю в Инстаграме, ни у себя на Инстаграме, ни у своих друзей. И вот, в общем-то, я пролистала ленту, получила большую информацию, большой кусок информации, большой пласт информации, который совершенно мне не нужен, который, в общем-то, не прибавляет никакого спокойствия в мою жизнь. Вторая рекомендация, вот совершенно точно вам могу сказать, скоро выпущу видео подобное, 2 видео будет, как заработать совершенно легально в этих новых условиях. И также выпущу видео, наверное, на канале «Минимализм», там про расхламление будет и разные подобные вещи, потому что много-много времени, в особенности у людей, которые здесь в Италии живут, я думаю, они меня поймут. Могу сказать, что созидательный труд, вот это мы все с детства слышали, но тем не менее, созидательный труд – это то, что помогает отвлечься от мысли, то, что помогает порадоваться тебе результату, то, что помогает тебе порадоваться той идеей, что у тебя миллион лет руки вот сюда не доходили, наконец-то дошли. И, на самом деле, созидательный труд, который может заключаться в элементарной уборке, кстати, про уборку скоро выйдет видео, я нашла суперэффективное средство для стекол, вообще удаляет все, даже детские отпечатки после фруктов со стекол легко удаляются. Поэтому, в общем-то, созидательный труд, созидательный труд, нам всем есть, возможно, где обои подклеить нужно, где стеночку обновить, покрасить, где просто разобрать хлам, хламчик и так далее. Поэтому, созидательный труд, поверьте мне, опять же, меня часто спрашивают, я вам, вот так много видео вы выпускаете, но я могу вам сказать, что, во-первых, блогеры – это, наверное, одни из немногих людей, которым посчастливилось сейчас иметь возможность не просто работать, а зарабатывать. Хотя все блогеры, и я в том числе, сейчас зарабатывают гораздо меньше, потому что рекламные бюджеты, прежде всего, сократились, а большая часть видео о коронавирусе, она просто не монетизируется. То есть, ты вот работаешь на свой канал, набираешь аудиторию через эти видео и, в общем-то, таким образом и проживаешь свой день. Но для меня, например, такой часто и такой, скажем так, разнохарактерный контент про тряпочки, когда мне очень часто меня упрекают, я на какие тряпочки, какие сапожки, юбочки, я могу сказать, что для меня это созидательный труд. То есть, это то, что меня отвлекает, потому что, повторюсь, очень многие даже не представляют себе, что такой месяц в достаточно строгом карантине. Это очень и очень непросто. Соответственно, созидательный труд, как человек, который этот созидательный труд практикует каждый день в больших количествах, могу сказать, что это помогает отвлечься от мыслей, это помогает мыслить и видеть вообще картину в целом очень и очень позитивно. Что еще? Еще один позитивный момент, на который хочу обратить внимание всех, кто только-только вошел так или иначе в карантин, более строгий, либо менее строгий, могу вам сказать, что первые две недели вы вообще не поймете и не будете осознавать, что вы находитесь в карантине. Вы будете воспринимать вот эту всю ситуацию, в которой вы оказались, просто как какой-то затяжной отпуск, возможно, даже какие-то каникулы, которые, кстати, гораздо более комфортны, чем просто каникулы. Потому что, когда, например, мои дети на каникулах, у меня сохраняется определенное количество дел, которые я должна делать. Элементарно это какие-то вопросы, связанные с бюрократией, с документами и так далее. Так вот, вы поймете, что вы находитесь в ситуации, когда от вас, как я уже говорила, никто ничего не ждет. Замедляются ритмы не только ваши, но и всех окружающих вас людей. Это удивительное ощущение, которое я ни разу в жизни не испытывала. И могу совершенно точно сказать, что это достаточно комфортное ощущение. Мы спать, например, в семье рано ложимся, мы очень рано просыпаемся. Вот на самом деле вот это вот ощущение какой-то свободы, которая была раньше недоступна, это то, что многие из вас почувствуют и, соответственно, совершенно не поймут, прямо-таки на коже не ощутят, что да, карантин этот достаточно серьезно, потому что вы просто будете находиться дома, как если бы у вас образовались вот такие вот спонтанные именно каникулы. Что также хочу вам сказать в плане положительных динамик. В плане положительных динамик могу вам совершенно точно огласить тот простой факт, что деньги не тратятся. Не только вы не тратите деньги, возможно, вы их и не зарабатываете, но тут я могу совершенно точно сказать, как человек, который продолжает зарабатывать, я вам могу сказать, что вот такая тенденция, о которой я часто говорила в видео о минимализмах. Чем больше мы работаем, тем больше мы тратим. Так вот, в карантине совершенно другая тенденция. Ты меньше работаешь, потому что либо работы нет, либо возможности работать нет. У меня, например, и та, и та, скажем так, ситуация, и у многих такая. Так вот, чем меньше мы работаем, тем меньше мы зарабатываем и тем меньше мы тратим. Более того, могу сказать, что наша семья, если не смотреть на доход, который, безусловно, уменьшился, Могу сказать, что по тратам наша семья просто находится в каком-то минусе в плане трат Мы бы потратили такое количество денег, просто выезжая с детьми каждый выходной Потребляя еду, как это сказать по-русски Питаясь в каких-то ресторанах, возможно и не ресторанах, барах, кафе, уже тепло Поедая мороженое каждый раз Мы бы тратили для нашего бюджета большие, существенные деньги Все это не тратится, потому что нет возможности Поэтому для очень многих, как бы странно это ни звучало Очень многие действительно боятся то, что останавливается производство Но тем не менее могу вам сказать, что и деньги тоже не тратятся Поэтому в общем-то это то, на что можно обратить внимание И соответственно порадоваться вот такой, но все-таки в какой-то мере экономической передышки В том, что касается твоей собственной семьи Просто потому что то, что есть, оно сейчас на данный момент с тобой Нет прироста, но нет, скажем так, и ухода большого, по крайней мере Завершить это видео хочу также тем, что очень многим удастся В принципе, опять же, все зависит от того, какой вы человек Как вы смотрите на ситуацию, насколько вы хотите и готовы именно сейчас работать Я выпущу отдельное видео о работе, которая очень-очень проста Многим может подойти совершенно точно Которую можно совершать здесь и сейчас, находясь в карантине При этом неважно в какой стране вы находитесь Единственное, что только условия карантина Он у кого-то может быть строгим, у кого-то менее строгим Но могу сказать, что по крайней мере на момент записи видео Та работа, о которой пойдет речь, она совершенно точно легальна, она разрешена И вот могу вам тоже сказать, что один из положительных моментов заключается в том Что очень многим, возможно, удастся и заработать даже в этот период Было бы, что называется, желание Была бы, что называется, возможность инициатива собственная прежде всего Поэтому, дорогие зрители, мои личные советы Это, конечно же, не смотреть Желательно не читать никакие новости То, что нам важно знать, мы все равно узнаем Мои видео тоже не смотрите Если они вызывают у вас прилив какого-то, скажем так, какого-то волнения Которое можно сравнить с паникой Созидательный труд И еще раз созидательный труд Элементарная уборочка заставит вас Сложно представить, но факт Заставит вас почувствовать себя лучше Совершенно точно Опять же, не хотите заниматься уборкой Пожалуйста, распахивайте дверцы шкафа Мерите, мерите, примеряйте Наконец-то вы решите вопрос того, что вам, возможно, ничего надеть по утрам Ну и опять же Тот факт, что деньги не тратятся Мы меньше работаем, но и меньше тратим Возможно, очень многих осознание этой простой истины порадует На этом с вами прощаюсь Желаю всем хорошего настроения Хороших новостей, прежде всего, нам всем Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока